Пассажир. Безопасность пассажира. Человек для удобства передвижения создал транспортные средства. Сегодня мы даже представить себе не можем нашу жизнь в городе без автобусов, трамваев, троллейбусов, метро. Мы привыкли пользоваться транспортными средствами для поездок в школу, магазин, на стадион, в другой город или страну. Для этого существует городской, водный, воздушный и железнодорожный транспорт. Пассажиром называется лицо, кроме водителя, находящегося в транспортном средстве или на нем, а также лицо, которое входит в транспортное средство, садится в него или выходит из транспортного средства, сходит с него. Значит, мы все бываем пассажирами и обязаны знать правила поведения пассажира в транспорте. Городской транспорт, который перевозит пассажиров, называется общественным. Это трамваи, троллейбусы, автобусы и метро. Все виды общественного транспорта едут по определенным маршрутам, узнать о которых можно по номеру. Места остановок общественного транспорта, оборудованные специальными посадочными площадками, обозначаются указателями. Для того, чтобы поездка в транспорте была безопасной, важно соблюдать общепринятые правила. Безопасное поведение в транспорте. Правила поведения во всех видах общественного транспорта. Первое. Посадка в транспортное средство производится после его полной остановки и когда из него выйдут пассажиры. При посадке необходимо учитывать, что двери открываются и закрываются автоматически. Не толкаться, не суетиться, не мешать другим людям. Второе. Войдя в салон, необходимо осмотреться. Выбрать удобное место, где вам не будут мешать. Следует посмотреть, где расположены запасные и аварийные выходы. Если в транспорте нет свободных мест для сидения, нужно постараться встать в центре прохода, держаться рукой за поручень или за специальные подвески. Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее, она может случайно открыться. Третье. Передвигаться по салону рекомендуется только при полной его остановке. Четвертое. Необходимо помнить, что в общественном транспорте нельзя шуметь, шалить, громко разговаривать, есть мороженое. Нельзя высовываться из окон. Отдельно о правилах поведения в трамваях, автобусах и троллейбусах. Первое. Ожидать автобус, троллейбус, трамвай необходимо только на посадочной площадке, а там, где ее нет, на тротуаре или обочине дороги. Второе. При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы, и необходимо пересечь проезжую часть дороги, чтобы подойти к остановке трамвая, необходимо посмотреть в обе стороны дороги и, убедившись в отсутствии движущегося транспорта, направиться к остановившемуся трамваю. Третье. Как правило, посадка должна производиться через задние двери, а высадка – через передние или через двери, на которых имеется надпись «Выход». Но посадка в транспорт, оборудованный АСКП, автоматизированной системой контроля пассажиров, производится через передние двери, а высадка – через двери, на которых имеется надпись «Выход». Четвертое. После высадки из общественного транспорта, при переходе проезжей части дороги, необходимо быть особенно внимательным, учитывая интенсивное движение транспорта. При выходе из трамвая и автобуса, если необходимо перейти проезжую часть, безопаснее всего дойти по тротуару до ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти проезжую часть. На загородной дороге, где обозначения пешеходного перехода нет, следует подождать, когда автобус отъедет, и, убедившись в возможности безопасного перехода, перейти дорогу. Возможно такие ситуации, при которых вам предстоит ехать на грузовом автомобиле. Правила дорожного движения разрешают это при соблюдении следующих требований. Перевозка людей, в том числе и школьников, может осуществляться грузовыми автомобилями. Грузовые автомобили, используемые для перевозки людей, специально оборудуются тентом, лестницей для посадки и высадки, сидениями в кузове. Если перевозятся дети, грузовик должен иметь кузов-фургон и опознавательный знак «Перевозка детей». С детьми должен находиться взрослый. При поездке на грузовом автомобиле необходимо помнить и соблюдать ряд правил безопасности. Первое. Нельзя стоять в кузове во время движения грузовика. Второе. Нельзя переходить с места на место во время движения. Третье. Нельзя выходить из грузовика в сторону проезжей части дороги. Одним из самых удобных видов транспорта является метро. При спуске в метро на эскалаторе стоите справа и идите слева. Нельзя бежать по ступенькам эскалатора и сидеть на них. Ожидая поезд на платформе, не заходите за ограничительную линию. Если у вас что-то упало на рельсы, никогда не пытайтесь достать этот предмет сами. Обратитесь к дежурному. В случае возникновения опасной ситуации в транспорте необходимо действовать правильно, четко и быстро. При возникновении пожара в автобусе, трамвае, троллейбусе необходимо немедленно сообщить о пожаре водителю и пассажирам, потребовать остановить транспорт и открыть двери. При блокировке дверей для эвакуации салона транспортного средства необходимо использовать аварийные люки в крыше и выходы через боковые стекла. При необходимости можно выбить стекла ногами. При эвакуации не допускать паники и выполнять указания водителя. В любом транспорте имеются материалы, которые при горении выделяют ядовитые газы. Поэтому необходимо стремиться покинуть салон быстро, но без паники, закрывая рот и нос платком или рукавом одежды. Помните, в троллейбусе и трамвае металлические части могут оказаться под напряжением, поэтому, покидая салон, к ним лучше не прикасаться. Покидать трамвай или троллейбус в этом случае надо прыжком с приземлением одновременно на обе ноги. Выбравшись из салона, отойдите подальше от транспортного средства. Окажите посильную помощь пострадавшим. Если пожар возник в вагоне метро, немедленно сообщите об этом машинисту по переговорному устройству и в дальнейшем выполняйте его команды. При появлении в вагоне открытого огня во время движения поезда постарайтесь потушить его, используя имеющиеся под сиденьями огнетушители или подручные средства. Ни в коем случае не пытайтесь остановить поезд в тоннеле аварийным стоп-краном. Оставайтесь на местах, пока поезд движется в тоннеле. При остановке поезда в тоннеле не пытайтесь покинуть его без команды машиниста. После разрешения на выход откройте двери или выбейте ногами стекла. Выйдите из вагона и двигайтесь вперед по ходу поезда к станции. Подведем итоги. С малых лет и до старости люди ездят в трамвае, автобусе, машине, переходят через улицу, пользуются шоссе. Они становятся то водителями, то пассажирами, то пешеходами. И значит, они всю жизнь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно, сдают экзамен на право называться дисциплинированным водителем, пассажиром, пешеходом. Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда помнили, как вести себя правильно в общественном транспорте и соблюдали правила дорожного движения. Тогда вы будете здоровыми и сохраните свою жизнь. Поймите главное, не стоит подвергать свою жизнь неоправданному риску. Быть осторожным на дороге – это не трусость, а расчет.